Добрый день, меня зовут Александр, я представляю компанию Тепафол. В данном видеоролике мы рассмотрим с вами новый, но уже проверенный, а самое главное эффективный способ утепления балконов и лоджий. Материал должен поставляться в готовом виде, нарезанном под размер объекта. Основой данного материала является вспененный полиэтилен, покрытый теплоотражающим слоем. Теплоотражающий слой может производиться как с одной, так и с двух сторон. Стоит обратить особое внимание на структуру данного материала, который состоит из множества мелких воздушных полиэтиленовых пузырьков, чем обусловлена его низкая теплопроводность. Материал обладает замковой системой соединения, которая позволяет утеплить конструкцию любой сложности одним герметичным полотном. Если ширина конструкции у нас составляет метр на три, то материал мы нарезаем на 7 сантиметров шире, по 3,5 сантиметра с каждой стороны. Осуществляется крепление грибками, применение которых составляет в среднем 6 штук на 1 метр квадратный. Размеры зависят от толщины утеплителя. Грибки должны быть длиннее толщины утеплителя на 2-3 сантиметра. Чтобы не испортить внешний вид стен, балконов и лоджий, и не получить сквозных отверстий, необходимо учитывать толщину стен. Приступаем к утеплению. Начинаем утепление с боковых стен. Распределяем материал от центра равномерно по всей конструкции, как по высоте, так и по ширине. Фиксируем плотно грибками. Аналогичным способом утепляем следующую стену. Утепление парапета. Берем подготовленный материал для парапета и также отмечаем на нем середину. Фиксируем по такому же принципу материал с центра при помощи грибков. Распределяем материал в распор к утеплителю боковых стен. В данном случае высота парапета составила 1 метр. Соответственно, наш материал был нарезан по заранее подготовленным размерам. Очень часто высота парапета встречается метр двадцать. На этот случай компания-производитель изготавливает материал шириной метр двадцать и полностью покрывает всю поверхность парапета одним герметичным полотном, без щелей и мостиков колода. Хочется обратить ваше внимание, что по сравнению с существующими на сегодняшний день технологиями утепления балкона Fologi, а именно применение плитного утеплителя, где стыки соединяются между собой монтажной пеной и дополнительно используется теплоотражающий слой, в нашем случае, как вы видите, материал идет одним герметичным полотном, где нет необходимости использовать монтажную пену, и самое интересное, материал уже имеет теплоотражающий слой. Все виды отделочных работ производятся по такому же принципу, как и с другими теплоизоляционными материалами. Рассмотрим на примерах. На пол мы можем нанести стяжку, либо собрать деревянную конструкцию под ламинат. На стены через наш утеплитель крепится металлопрофиль, поверх него наносится гипсокартон. Либо собирается деревянная обрешетка под панели или вагонку. Спасибо вам за внимание. С вами был Александр. Желаю много тепла в вашем доме и до скорых встреч!